Патч 7.36, как гром среди ясного неба, обрушился на привычную нам доту, перевернув ее с ног на голову. Все привычные вещи остались позади, с метой происходит что-то абсолютно безумное и непонятное, и пока Валва не выпустили буквенный патч с фиксами баланса, предлагаю вам пройтись по самым главным имбам нового патча. Усаживайтесь поудобнее, сейчас будет интересно. Итак, начнем прям с супер очевидно перебафанных героев, например, новый Акс. В этом патче его достаточно сильно переделали, и теперь герой стал играться немного иначе. Все дело в новых аспектах и врожденных талантах, которые в целом облегчают игру на Аксе. Новая врожденная обилка позволяет ему фармить броню за любые киллы. Один килл, одна броня. Убил ультом, получил две брони. Ни больше, ни меньше. Это реально очень приятное изменение, потому что добить именно ультом Акса героя в некоторых ситуациях та еще проблема. А тут мы получаем хоть и меньше армора, но зато стабильней. Не будет больше ситуации, когда Акс бегает с нулем стаков. Броня у нас будет всегда. И из этого вытекает его первый аспект. One Man Army. 60% всей нашей брони конвертируется в силу нашего героя. Броню мы стабильно набираем по игре киллами. Стандартные итемы также дают нам броню. И в итоге мы получаем очень плотного Акса с большим количеством армора и ХП. Прибавку к силе мы получаем только когда рядом нет союзников. Но, как известно, Аксу они не нужны. Плюс ему сделали прикольный Аганим, который является его старым шардом на максималках. Его контр-хеликс теперь также прокает и от атак самого Акса. А также прокрутки по-прежнему срезают урон атакующим. Теоретически Акс через атак спитв может играться вполне себе неплохо. Жалко, как раньше на иллюзиях это не работает. Плюс не забываем, что его старый Аганим это теперь шард. То есть шард дает нам второй скилл по всем жертвам нашего агра. В целом именно с этим аспектом играть за Акса будет очень прикольно. Особенно если вы любитель влетать в соло и не особо рассчитывать на команду. Второй же аспект сделан как раз для командных игроков. Он не дает нам силу за броню, но увеличивает скорость атаки жертв нашего агра. Сомнительный выбор на самом деле, потому что на мой взгляд даже для командного Акса первый аспект все еще прикольнее выглядит. Так или иначе все эти изменения подняли и без того высокий винрейт Акса еще выше. Если до патча у него было 53%, то сейчас это уверенный 58% на момент записи этого ролика. Следующий герой, который дышит в спину нашему Аксу это Джаггернаут. В целом он и раньше был достаточно приятным героем, но сейчас его превратили в лютую машину для фарма как крипов, так и героев. Его врожденная способность наносит 10% дополнительного урона, если враг смотрит нам в лицо. Это значит, что на лайне с ним вообще лучше не точковаться, если вы ближник. Он всегда будет в выигрышном положении. Плюс эти 10% доп. урона всегда действуют в умни слэше. И по сути это просто халявный урон из ниоткуда. Отдельно стоит отметить его второй аспект под названием Блэйд Форм. Он нам также халявно дарует кучу ловкости буквально из воздуха. Когда герой не получает урон, его ловкость и скорость передвижения постепенно начинают расти. Да, абсолютно любой урон снимает с нас эти стаки ловкости, но они достаточно быстро восстанавливаются. За 20 секунд мы восстанавливаем все стаки, но даже с их неполным количеством мы все еще получаем дополнительные статы. Не стоит недооценивать этот аспект, поскольку он значительно ускоряет фарм нашего героя. Как минимум за счет увеличения скорости передвижения. Ну и еще важно, что стаки не спадают моментально. Они лежат на нас еще 3 секунды после получения демеджа. То есть мы спокойно успеваем дать еще несколько тычек с повышенной ловкостью. Плюс не забываем, что его обилки тоже немного апнули. Криты, например, всегда имеют шансы упадения в 35%, то есть на любом уровне прокачки. А Блэд Фьюри по окончанию накладывает на нас сильное развеивание. А сильное развеивание это всегда имба. Любой контроль в нашей крутилке мы тупо сбрасываем после ее окончания. А значит врагам придется ловить тайминга, не как раньше. И что в итоге мы получаем? Джаггернаут стал сильнее на лайне, его фарм ускорился, а его демедж вырос. Чем вам не идеальные условия для роста винрейта? Если раньше у него были идеальные 50% винрейта, то сейчас эта цифра колеблется в районе 57%. Неплохой скачок, не так ли? Дальше у нас идет, наверное, главная звезда этого патча и, скорее всего, постоянный гость всех пабликов. Варлок. Его валлы превратили в какое-то невероятное чудовище, апнув буквально каждый его параметр. Его врожденная способность создает маленьких бесов из любых существ, умерших под его обилками. Эти бесы бегут к ближайшей цели и наносят нихреновый такой урон. В целом, варлок делал раньше примерно то же самое, но сейчас это просто стало сильнее. Особенно Шардон. Реально, кто играл, тот поймет, о чем я говорю. Плюс его Шадоу Уорд. Теперь он работает по области примерно как щит Дарксира. Он жжет врагов поблизости. Не сильно, конечно, но приятного мало. Ну а главный его козырь кроется в аспекте Чемпион оф Горос. Весь наш ХП и ман-реген превращается в 100% урона от горения нашего голема. Купив стандартные шмотки на варлока, а гоним и рефрешер, мы уже получаем вот такой вот урон. 45 урона в секунду от каждого голема в секунду. А это только горение, без тычек. Добавляем тычки и первый скилл и все. Это просто лютейший фарш. Ну а если мы купим еще хотя бы одну Тараску, то по ощущениям игру уже можно будет заканчивать. Невероятно огромный урон от горения за счет нашего ХП-регена от Тараски, плюс ман-регена от рефрешера. Четыре таких големы стирают почти все на своем пути. И в итоге весь цирк привел к тому, что и без того высокий винрейт варлока стал еще выше. До патча у него было 50%, а сейчас у него уже 56% и он продолжает расти. Полагаю, варлок первый в списке на нерв в буквенном патче. Уж слишком вал вы его переаппали. Кстати, еще хочу напомнить про свой магазин, в котором можно пополнить баланс стима с минимальной комиссией. Сайт мой, так что за качество ручаюсь лично. Если и донатить во второй акт, то только так. Дальше у нас идет король призраков по имени Врейс Кинг. И как по мне, он стал прекрасен. Яркий пример того, что аспекты сделаны для того, чтобы у игрока появился выбор удобного плейстайла. Вот не нравится мне призывать скелетов. Хочу играть на однокнопочном герое и тупо кайфовать? Пожалуйста, выбирай второй аспект, Spectral Blade. Именно о нем у нас, кстати, и пойдет речь. Во-первых, врожденная обилка ВК, это супер кайф. 20% вампиризма с нулевой, красотища. Превращение в призрака после смерти, имба. Теперь даже аганим не нужен. Думаю, все понимают, что эта призрачная форма просто лютейшая имба на всех этапах. Например, на этапе ланинга ты спокойно можешь размениваться с героем. Он убил тебя, ты убил его. Только ты получаешь опыт в любом случае, даже в форме призрака. Это как бы мотивирует драться до конца и выживать из ситуации максимум. Новая обилка под названием Spectral Blade. На первый взгляд, странная штука, но поиграв, вы поймете ее прелесть. По сути, это что-то вроде бесплатной сабли с большой задержкой. Делаем тычку, а спустя какое-то время эта тычка прокает еще раз, но уже на 75% от нанесенного урона. Идеально сочетается с нашим критом и дизолем, потому что урон физический. Ну и с вашей врожденной обилкой тоже очень прикольно смотрится. Можно передать привет с того света, так сказать. Особенно с аганим шардом, который увеличивает наш урон от крита аж на 150% в форме призрака. Ну и в целом, герой становится супер френдли для новичков. Тут, как в старые добрые времена, Valve вернули нам ВК с одной активной кнопкой. И это шикарно. Но и это еще не все. Valve также реворкнули его таланты, среди которых есть вот такие вот скрытые гемы. 400 хп на 15 уровне это очень хорошо, а 70 атак спида на 20, это по сути бесплатный гиперстоун. Красота же. В целом, всем новичкам порекомендовал бы потестить именно этого ВК. Уж очень он приятный сейчас. Ну и винред как бы говорит сам за себя. До патча было 53%, а стало почти 60%. Думайте сами. Ну и на пятом месте, как и обычно, я размещаю сразу несколько героев, также достойных упоминания. И первый это Раста. Очень полезная врожденная способность, которая пассивно спасает героя от смерти раз в 90 секунд. По сути, что-то вроде айландиска на минималках. На ранних этапах игры это прям реально спасает. Плюс первый аспект позволяет сейвить своих тиммейтов своим же хексом. Трудно, но возможно. Второй же аспект очень крутой в плане дэмэджа. Суперзмейка имеет 600 урона по героям, но за нее дают очень много голды. Так что можно неплохо так подруинить этим своей команде. Поэтому старайтесь динайть ее. Еще прекрасно себя чувствует легионка. Моменту в кураж теперь врожденная обилка. А первый аспект апает ее стрелы. Больше урона, скорость атаки, так еще и физический щит накладывает на нас. Новый аганим дает резист к эффектам в дуэли, чего прям реально не хватало раньше. Ну и второй аспект хорошо подходит для командных игроков, чтобы фармить урон всей команде. Ну и ЦМочку хочу еще отметить. Балдежные аспекты для саппорта. А еще аганим шар стал очень удобным. Можно выбирать направление слайда. Ну и на данный момент вроде бы каких-то больше очевидных эмболей я выявить не смог. Да и статистика как бы тоже. Уверен, что это временно и уже в ближайшем будущем игроки лучше распробуют героев и найдут еще новую пачку сломанных героев. Ну и в целом вот такое вот положение по мете на данный момент. Пишите в комменты лично своих любимчиков, а также не забывайте залетать в мой магазин, чтобы пополнить свой баланс стима с минимальной комиссией. Также не забывайте залетать в мой паблик в ЭК, там публикуются все новости быстрее где-либо еще. А также у меня еще есть телега, то туда постятся всякого рода сливы. Ну а у меня на сегодня все друзья, еще услышимся.